дорогие друзья здравствуйте меня зовут владимир галштейн мы продолжаем цикл наших программ беседа на скучном и сегодня у нас в гостях ну можно так сказать на гостях на самом деле ведет программу вместе со мной майкл мелихов руководитель и организатор центра sun gates и радио sun gates путешественник нумеролог и вместе с нами сейчас майкл представит еще одного участника нашей программы да спасибо володя дело в том что программа такие у нас не запланированная то есть такой программе и не было в анонсе только слушают нас те кому андрей бухарин сказал предупредил будем так говорить а да у нас сегодня действительно андрей бухарин в эфире который был у нас буквально когда вчера почему сегодня не запланированная программа и почему у нас сегодня андрей бухарин причем у нас мы разделим это на две части к сатурн вы понимаете рулит поэтому мы начали чуть чуть позже время в городе чикаго 8 часов 18 минут время московское 16 часов нет уже 17 часов 18 минут поскольку сша перешло на зимнее время поэтому у нас 9 часов с вами разница на две части мы разделим нашу программу первую часть вы увидеть вы точнее услышите а потом увидите а вторую часть вы только увидите поскольку это будет сниматься в нашей видеокомнате и там будут и графики там будет показано и там будут сниматься видеокамеры но потом она будет выложена в youtube поэтому как вместе с этой вместе с вот с первой частью программы поэтому все будет видно понятно и слышно я полагаю так андрей здравствуйте да сатурн продолжает рулить поэтому слышно вас так сказать громко но не совсем отчетливо ну ладно уж какая что есть то есть хорошо значит о чем мы сегодня побеседуем но самое главное событие которое произошло вчера ночью причем она завершилась по моему под утро хотя но официально а это выборы президента сша сразу скажем и многие конечно уже знают о том что победил дональд трамп и вопреки всем и вся будем так говорить я так сказать общаюсь в разных кругах и на английском и на русском языке и поэтому прогнозы астрологов я знаю более того я сам что-то в этом еще немножко разбираюсь но очень немного было прогнозов в пользу и защиту того что победит дональд трамп но как раз таки он и победил с преимуществом большинстве штатов насколько подавляющим большинстве штатов да но самое главное даже не как он победил с каким преимуществом он победил а дело в том что уважаемые нами всеми андрей бухарин руководитель астрологической школы и профессиональный астролог об этом в нашей программе сказал еще полгода назад причем он не просто сказала он это обосновал а вот и это очень любопытно интересно хотя были еще раз повторяю люди которые об этом сказали во второй части мы немножко более подробно об этом поговорим но сейчас наверное слово андрей вам как вы дошли до такой жизни что если бы вот наши тут политики об этом знали то вас бы наверное как-то в общем-то один лагерь на руках носил на второй лагере наверное вы так сказать закрыл майкл всему свое время у меня по моему моей судьбе у меня поздняя реализация так что я хочу о другом сказать что уточнить кстати когда был прогноз прогноз был дан у нас было на самгейс радио 3 радиопередачи то есть я опубликовал 10 июня то есть принципе прогноз то был разработан еще раньше это просто сформулировался когда время там на сайте уже выложил а у нас в июне именно на самгейс радио мы вместе с майклом милиховым как раз его там три передачи было подряд мы и озвучивали и прошу заметить что дональд трамп избран был республиканской партии как официальный кандидат только через месяц 19 июля то есть это не не тот как раз лучше когда уже в конце выбирает из двух там он еще даже не был официально месяц так до юра то есть он мог и вообще не быть кандидатом если так можно выразиться так как бы ну мало вероятно но тем не менее в принципе мы это то есть это было озвучено не просто озвучено у меня есть метод мой авторский определение победителя на президентских и так президентских выборов в принципе и я его озвучил еще между прочим четыре года назад в 2012 году когда поберем мы прогноз был по победе обамы барака обамы и более того именно в чикаго или где-то где-то в тех местах меня опубликовали в астрологической прессе американской прогноза через месяц они испугались да да я выслал им где-то за месяц или за два до выборов они месяца три держали потом увидели что обама победил и уже как бы задним числом но там как бы они написали что да да типа на самом деле это было раньше ну вот так поздняя реализация не не дается мне вот так чтобы с одного маха все время какие-то надо препятствия какие-то вот эти задержки не анская такая энергетика да то есть медленно но верно но зато мы идем к вершине достижения цели сатурнянским таким вот последовательностью и цепкостью и целеустремленностью вот хорошо хорошо я понятно да ну вот понимать какая вещь говорят опять же ваши коллеги астрологи говорят о том что этим все не закончится то есть есть такие так сказать прогнозы не знаю не предсказание конечно астрологи делают прогнозы о том что между моментом выбора и объявлением официального президента которым стал дональд трамп и инаугурация которая пройдет 20 января следующего года будет какие-то очень не очень серьезные изменения причем интересно да и вы говорили о том что хиллари на момент выборов она в гороскопе у нее не очень сильный гороскоп но он очень серьезно усиливается где-то как раз концу года по моему так было до через год через год через год конец семнадцатого года начала восемнадцатого периода более точно я могу подготовиться к другой передачи озвучить как бы даже сначала сделать письменные обоснования какие периоды довольно точные даты можно определить когда у нее сильные показатели на возвышение на приход во власть то есть это один из показателей когда вот я уже озвучил предыдущие передачи о том что я сейчас пишу книгу кстати именно анализ всех американских президентов всех без исключения и там тоже эти показатели есть когда в гороскопе вице-президента например но она не вице-президент на аналогию такую беру есть показатель на возвышение то в этот момент очень довольно часто происходит с первым лицом какие-то проблемы то есть во все без исключения случаев которых либо президент сша либо умирал при исполнении либо насильственные какие-то были либо импичмент как единственный был у никсона там у всегда у его зама вот этого вице-президента ну как зам можно его рассматривать всегда показатели на то что он и возвышается и в как бы вхождение на трон я так называю это то есть он именно а облекается властью есть так вот у хиллари клинтон и одновременно у ее партнера этот который как бы там вице-президентом идет у них интересный синастры у них очень выраженный скорпион две планеты солнце юпитер я вот так рассматриваю синастры они выражены как раз очень сильно во первых сама хиллари она ранее скорпион по солнцу а ее забыл фамилию как он там тим тим кейн у него вначале рыб солнышко и юпитер его стоит точно на солнце хиллари клинтон кстати от него большая польза для хиллари идет и вот у них когда будет тогда когда юпитер транзитный зайдет скорпион тогда и включится этот синастрический трин но как бы благоприятного возвышения такого а это будет осенью то есть первые градусы вхождения это осень какого-то года 2017 года и более того принца уильяма на это время тоже есть показатели возвышения если надо обретение власти на это отдельная тема кстати я об этом озвучил еще года четыре назад о том что у него сильный показатель на том что он будет ну скажем там по своей линии там идти вверх вот монархическое а это вот я хочу говорить а у трампа у него дональда трампа его вице-президент который напомню какие-то имена еще не запомнил и возможно помню его вот такой мужчина такой седой там тоже слева стоял от него когда выступление у него солнце находится в середине с середине близнецов то есть скажем так в том аспекте когда будет юпитер когда будет инаугурация юпитер транзитный будет делать по точной 3 к его солнышку что питер сейчас идет по весам по воздушному знаку ну и трамп сам имеет 3 воздушном знаке то есть у него солнце близнецах юпитер в весах у него возвращение питер и питерер все поэтому они как бы говорить о том что они сейчас сойдут с дистанции и хилари клинтон займет с партнером с этим со своим вице-президентом место и это я бы сказал что это крайне крайне маловероятно даже на уровне таком что ну и целых ноль десятых поэтому я думаю доживет трамп до инаугурации благоприятные если у него опасность для здоровья есть декабре то есть он может заболеть не дай бог там перелом какой-то быть потому что у него сатурн там бьет солнышко или есть кто-то у него если родитель но вряд ли у него родители старшего по поводу что уже есть конечно что один из пока это кстати надо смотреть у него кто у него описывается солнце потому что это могут быть братья сестры либо даже потери кого-то из близких людей в это время может произойти так что обратить внимание кстати на детей надо в это время вот тоже в том числе то есть здесь уже надо гороскопы в семье смотреть уже у кого опасность там есть чтобы так более точно выразить ну скажем ответить но отвечая на ваш вопрос майкл я скажу что в принципе я думаю что дональд трамп доживет благополучно до со своим этим вице-президентом до инаугурации и инаугурации будет и более того там первые месяца два-три у них очень так вспоминаю на скидку очень и очень благоприятная то есть там транзитный юпитер у него делает транзитную петлю а это так где-то на месяцах 10 счастье дает но он счастье дает как раз именно отсюда вот сейчас уже где-то с этих периодов выборов а потом а потом могут быть уже это уже другой вот отвечая на ваш вопрос может быть каким-то образом произойти возвышение хиллари клинтон в конце этого года но более точной информации пока я сказать не могу ну по крайней мере если отвечаю вот скажем как-то политкорректно в рамках заданного вопроса ну так майкл я понял я понял но это не заданный вопрос это опять же прогнозы предположения дело в том что а тут есть такой еще момент во первых выборы не только были президента выборы были и в конгресс да да и тут важный момент кто все-таки станет кто получит перевес в конгрессе то есть два последних срока насколько я помню были республиканцы трамп республиканец поэтому допустим если что-то может произойти то если вот представитель одной фракции республиканской партии каким-то образом что-то произойдет то ну так сказать из этой же партии будет и следующий а принадлежит в общем то совсем к другому другой партии поэтому тут вообще об этом сложно говорить но существует вот такие вещи такие прогнозы опять же это и есть прогнозы давайте мы немножко поговорим у нас остается не так много времени потом все-таки переместимся не хочу вас задерживаться знаешь у вас и консультации идут и тогда а давайте мы поговорим что происходило я вообще-то говоря наблюдал впервые могу сказать наблюдал очень плотно за этим можно так выразить да это тяжело мне было не потому что меня вообще-то говоря если честно интересует кто будет президентом это часть программы это часть программы свыше не имеет никакого значения ну как все предопределено да свыше будем так говорить свыше это не имеет никакого значения кто будет вот как это отразится на нас это самое главное а бить копья и кричать вот я предсказал это я гуру я новый гуру я новые так сказать нострадамус это все можно только пользу это никакой с моей точки зрения батарея не приносит но вот как получить от этого бенефиты ну вот могу сказать то есть я находился на бирже и есть те кто в этом разбирается те кто это понимает и те кто это видели они бы это это было что-то совершенно непредсказуемо невероятно надо отдать должное еще раз на профессиональном астрологу андрею бухарину который как раз таки первый первый момент первый момент смотрите одна неделя одна неделя до выборов это было в прямом эфире озвучено прошлой программе позапрошлой о том что евро будет укрепляться доллар идет вниз это было действительно так потом когда так сказать хиллари клинтон fbi фбр фбр да очистили от подозрением ну так перевод с английского на русский евро резко пошел евро резко пошел вниз потому что если победила на доллар бы поднялся и очень сильный так оно и было но когда начал вот показатели трампа пошли вверх и в общем то перед началом все предсказывали ну так сказать официальные круги предсказывали победу клинтон с небольшим перевесом но когда стала меняться ситуация евро резко пошел вверх он пошел вверх как будто вот эти как говорится тузымун до луны сумасшедший подъем опять же это те кто занимается форексом то в этом разбираются доллар резко пошел вниз пробил там все суппорты и так далее что произошло потом это это просто интересно вот это все наблюдать то есть полнейшая манипуляция полнейшая спекуляция и на политическом небослоне и на финансовом небослоне и как всегда везде то есть на что это направлено чтобы задурить голову простым кто не понимает затянуть их туда ну в данном случае трейдеров да показать о том что это просто вот все и потом все развернулось абсолютно с ног на голову или точнее с головы на ноги пошло вниз резко доллар пошел рез резко вниз евро пошел то и доллар пошел вверх евро пошло вниз а мы беседовали с андреем бухарином это для наших радиослушателей так когда у него было утро у нас была ночь вчера вечером было даже нет это мы вчера общались у вас это было уже утро у меня это было еще но еще выборы не начались еще как бы вот перед этим как раз перед самым началом там да мы дважды дважды вообще на самом деле общались один раз уж и сегодня ваше сегодня короче говоря было сказано о том что вот так сказать на скорую руку андрей бухарина сделал график где сказал о том что пойдет укрепление доллара и очень серьезная по московскому времени с обеда у вас по утреннему времени на самом деле у меня в реальные он начал идти вверх еще ночью почему почему а дело в том что вот это все называется спекуляция манипуляции для того чтобы людей туда втянуть а потом как только не втянут и уже все рассчитывают вот так скажем на на победу в своих бетс своих ставках все идет наоборот вот так оно и было то есть резкие падения я участвовал да не буду озвучивать цифры они были достаточно серьезные эти цифры как минус так и плюс закончилось все для меня лично благополучно закончилась для меня благополучно даже с большими бенефитами ну с одной стороны я вижу графики с другой стороны андрей бухарин так сказать не поддержал в том что я вижу и на про звонок другу именно так вот и поэтому я там сделал комментарий с большими бенефитами андрей что вы видите дальше все таки я сейчас не смотрю я не про доллара там бог с ним с этим да как вы видите ну еще раз в ближайший год будет все ну это можно по транзитам смотреть дональда трампа я просто сейчас как бы вот дело в том что все это будет отражаться я готов да я готов на это ответить скажем вот в следующем понедельник этот вопрос потому что такой вопрос стратегический который вот сходу вот такими общими фразами как бы там все хорошо или все плохо нельзя говорить то есть я проанализирую его прогноз на год или скажу то есть когда с ним грубо говоря хорошо значит хорошо как бы для америки да но если так аналогию делать когда с ним плохо то плохо для америки и вот эти периоды мы посмотрим когда они будут и это можно озвучить потому что вот кстати первые лица почему востоке засекречены гороскопы первых лиц государства именно по этой причине потому что гороскоп первого лица всегда резонирует с государством ну то есть если вот у президента все хорошо значит стране благоприятно если у него кризис значит и в стране кризис идет ну по крайней мере такая взаимосвязь существует а то что у него дата рождения скажем так настоять ну в общем то правда правдивая показала то что прогноз сработал по его победе на выбор президентом снег штатах америке отсюда вывод не надо дурить наших людей надо честно говорить время рождения причем еще лучше время зачатия а вот моя методика кстати прогноза вот именно я вот кстати сейчас фейсбуке отвечал на эти вопросы она как раз и предполагает что можно пренебречь точным временем рождения потому что рассматриваем такие планеты которые далеко не уйдут за ну скажем там они на небосводе не уйдут это не куспида домов если уж так такими терминами объяснить и я это аргументировал ни на одни выбор кстати вот значит если так перечислить какие выборы именно по моей методике озвучены и были неоднократно во первых все выборы в россии в украине в белоруссии сейчас это же франции он победил тоже прогноз был помыли обама победа кого там угодно этот мэр как его зовут екатеринбурге за ну короче там на уровнях этих вот муниципальных методика срабатывает единственно мэра которого я знал которого сейчас нету это был мэр лыжков ну потом я знаю да собянин там но еще раз других мэров я кстати у меня не получился прогноз вот я это вот именно по собянину я как раз и кстати это не значит что я уже объяснял что там есть как бы подозрение что официальная дата рождения как более такая под вопросом до 5 дурит нашего брата ну так на границе восточных стран поэтому как бы такие преобладают наверное ходы которые восточных странах обычно андрей скажите как вы считаете ну ваше мнение и мнение общественности потому что как бы уже прогнозируется наверное вот выборы президента оказали и будут оказывать большое влияние на весь мир ну в частности россии естественно так как во всем случае по дебатам было так резко отзывалась о путине клинтон говорила что там чуть ли не рука москвы кремля как как помните когда-то было вмешается в эти выборы а вот называют трампа другом причем трамп сам говорит так он умнее чем вы все вместе взятые не указывал пальцем на кого ну понятно это же были дебаты двух оппонентов говоря о российском президенте как все-таки это позитивно для россии то что трамп пришел в власти или нет как вы считаете или как читать я хотел сказать начать с американского народа во первых по гороскопу обоих кандидатов мы с вами рассматривали у них насколько я помню планета плутон поражает луну в соединенных штатов америки гороскопа луна это народ поэтому в любом случае но скажем так каким бы ни был кто бы кого бы не выбрали американцы оба президента для народа кризисы и но там от одного больше кризиса и это другого меньше поэтому здесь уместно такая аналогия как бы выбор между большим как бы злой и злом поменьше поэтому сказать так что при трампе именно народ там начнет жить как вот то что он сейчас обещал на инаугурации там вот я слушал его речь прямую трансляцию это скажем так маловероятно дело в том что объективные процессы мировой кризис еще не окончился вот если мы к этому возвращаемся и генератор мирового кризиса это излишняя скажем денежная масса которая сейчас аккумулируется центр мировых центробанках в данном случае она имитирована долговыми расписками соединенных штатов ну как там казначейскими этим государственными и плюс доллары задепонированы это сколько уже триллионов очень много вот поэтому здесь вопрос стоит в том что все равно мировой кризис последнего фаза это надо списывать долгейте то есть именно вот так как у нас экономика судного процента мировая то есть когда центробанк дает проценты правительству деньги то правительство всегда должно центробанку больше чем у него есть в наличии и правительство всегда скажем она не печатает денег кстати да как у нас везде центробанки они независимые и так далее поэтому каких-то перспектив я не вижу что было скажем такая отрицательная какая-то допустим на ставка рефинансирования то есть она всегда кстати бывает отрицательно в японии насколько я помню там что-то было вроде чуть ли не отрицательно ну там нулевая точно было вот и поэтому кризис впереди ждет нас всех не только соединенные штаты не только скажем здесь вот евроатлантическое ядро либо евроазиатское ядро ждет весь мир и 17 год он будет в принципе очень серьезным годом очень трудным и многие даже не понимают насколько трудный 2017 год потому что в принципе мы живем довольно сейчас сытно тепло и если вот вспомнить насколько трудно просто не хочу пугать людей какими-то там апокалиптическими такими картинами вы вспомните что предыдущий мировой кризис а это квадрат урана с плутоном крупный он был который сейчас вот он идет 10 лет он идет с 2008 до весны 2018 года кстати вот когда окончание будет сранта госпрой фазы особенности плутона в том что он срабатывает на последнем аспекте то есть он вот как бы нагнетание идет нагнетание нагнетания потом бабах и выстрелит то есть а еще не выстрелил просто как бы накапливается вот это как ядерная такая реакция критическая масса кстати плутон покровительствует атомной энергетики так вот предыдущие 80 лет назад 2 ты 1929 году и 1935 года кризис вы помните что он был чем очень серьезным и обнищанием народа то есть материальный уровень упал и вы знаете люди работали за еду соединенных штатах америки кто забыл это напомнить почитайте историю именно соединенных штатах это было вот это конкретно не просто тут какие-то эти вещи поэтому говорить о том что мы об этом мы об этом кстати говорили действительно да что легко вот 17 год я считаю что 2017 год особенно с весны следующего года он год начала такого явного яркого но скажем так вот этой реакции чтобы сказать такой вот срабатывание критической массы накопленной энергии вот этой за предыдущие 9 лет и сколько там получается 8 до 9 если с 2008 года вот так вот поэтому если так ответить на этот вопрос принципе без разницы кого бы выбрали результат был бы один просто было бы либо все очень быстро либо скажем медленно но все равно но все в одном русле идет но сейчас первые месяца два-три а у него будет очень успешный период правления вот я эти кстати подготовлю следующем понедельник как бы данные точно чтобы там сказать как раз что там у него поэтому как бы не то что там с первого же дня там что-то такое все отрицательно нет понятно понятно если какая-то корреляция с 1917 годом иногда вот проводит эту параллель ровно сто лет назад известные потрясения в мире произошли можно ли сейчас как-то говорить об этом владимир есть я исследую его по цикла исторически они в основном как бы которые вот такие проявленные это три но не три то есть это смы цикл смены диалоги это 12-летний цикл юпитерианский он обычно не 100 лет там 108 лет 108 лет это как раз где-то в 2025 году рубеж будет очень сильный кстати простите 108 число 108 это сакральное число 12 умножить на 9 но состоит из трех это кишечка леток совершенно верно еще цикл воин есть но я пока цикл воин кстати тоже книгу пишу она там как бы я изучаю войны ну и на европейском континенте вот можно посмотреть какие были на американском и либо либо даже не столько на американском сколько америка влезала войны и по какому все равно историческая закономерность вот когда это историческая закономерность она описывается лунными затмениями именно циклами я эту нашел опряду закономерность она составляет четыре подряд лунных затмений по крайней мере у У нас здесь вот где, ну не то что Россия, а вот этнос вот здесь, как бы славянский этнос вот здесь, в этой территории. То есть Россия, Украина, Белоруссия, Польша. То есть этот народ на все время, кто здесь живет, они все время могли быть разделены на разные государства, но когда наступает там, например, Вторая мировая война, все вовлекаются в это. И неважно, паспорт поляка или паспорт гражданина Советского Союза, все в это, ну, там может на год раньше, на год позже, но в принципе, как бы, такая массовая такая трагедия, она всех касалась. Вот, поэтому сегодня, этот нынешний год, он соответствует по циклам, по этим 1941 году, как-то не парадоксально. И поэтому показатели, я уже выступал и говорил, что где-то 19 декабря этого года повторятся показатели 2016 года, которые были на 22 июня 1941 года. Да, это, причем это не просто, это я объясняю, это повторяется затмение, это повторяется положение Марса, Бога войны, как говорится, в том же месте, ну, в знаке, где он был 75 лет назад, и соединение, опять же, с узлами лунными, то есть этого затмения. И такова жизнь, но это вот, просто я закономер, не то, что я этого желаю, или я что-то, как бы, там, алчу, чтобы это был мой прогноз, да лучше пусть он не будет исполнен, этот прогноз, и я буду, там, вот же пророком, каким-то, чем он будет исполняться. Но повторяемость цикличности есть, и то, что очень вероятно, что этнос, который здесь специально не называют государства, как бы говорю, что люди, которые живут на этой территории, они будут вовлекаться в некое военное обострение. Потому что закономерность есть. Другое дело, как это выглядеть будет, это уже другой вопрос. То есть, потому что сейчас идет инская фаза, то есть, если в начале 20 века была Янская, то сейчас Инская. Ну, вот, пример, например, если уж так брать, вот, войны на Донбассе и Советско-финской войны, они идут по одному циклу. Ну, вот, прибавьте, 2039 год, до Бахти 75 лет, получается, как раз, 2014 год, когда все это возникло. Мотивы, кстати, совпадений полно. То есть, смотрите, война между Советским Союзом и Финляндией произошла ровно через 22 года после революции 1917 года. Война между, ну, скажем, там, Донбассом, да, там война на Донбассе, то есть, произошла как бы между, как бы не политкорректно, там все здесь называют в эфире, ну, вы понимаете, да, там, как бы, с той восточной части, западной, тоже через 22 года после развала Советского Союза. Он развалился в декабре 1991 года. При Бахте 22 года, декабрь 2013, как раз начался Майдан. То есть, ровно 22 года прошло, а Майдан – это следствие уже. То есть, начался Майдан, потом начались там эти, ну, как бы, последствия, волны пошли. Более того, Финляндия 22 года назад была в одном государстве с метрополией, с которой она воевала. Здесь, Украина, 22 года назад была в составе Советского Союза, то есть, того политического ведра, с которым она сейчас ведет боевые действия. Из-за чего началась война? Вы знаете, вообще, исторически помните, из-за чего она началась, вот, в этом, на Советско-финская война? Она началась из-за того, что Советское правительство попросило Финляндию отодвинуть границу, потому что очень близко к Ленинграду была граница, и опасность обстрела с финской территории, ну, грубо говоря, могли обстреливать правительственные здания. В наше время сейчас не артиллерия, а крылатые ракеты. Как бы такой аналог артиллерии 1939 года. И почему реакция, если, например, ну, условно говоря, Украина входит в Евросоюз, что дальше, следующий шаг? Украина входит в НАТО. Следующий шаг, крылатые ракеты не в Польше, а стоят под Харьковом. Подлетное время от 5 минут до 1 минуты снимается. Значит, ПВО не успевает. Что будет делать любой, скажем, хоть там Барак Обама посадить оттуда? Будет отодвигать границу. Но так как сейчас инская фаза, то все с договорами связаны с такими, там, никак нельзя официально, но через частные военные компании, как бы это все в основном делается. И, естественно, что происходит, скажем так, отодвигание границы. И так как было по аналогии, она будет отодвинута. Вот поэтому война на Донбассе еще не окончилась. И, к сожалению, там для местного населения еще впереди, вот если так и говорить вещи, год трагический. Такой конец этого года, начало следующего. Так как я это понимаю. Потому что по аналогии это еще не окончилось ничего. Но это все в рамках идет глобальной тенденции разрушения старого мирового порядка. Когда крупные... То есть вообще надо понимать, что крупным национальным независимым государством в новом мировом порядке нет места. То есть это... Почему? Потому что тенденция идет глобализации к объединению, к одному общему государству, к одной общей денежной системе, к одной армии, к одному суду, ну там и так далее. То есть это очевидно. Уже есть институты, там ООН, какие-то другие. Поэтому говорить о том, что даже если для Соединенных Штатов Америки говорить, что при этом президенте, который сейчас победил, они сохранят целостность, который в государственных границах, это тоже вопрос такой, не знаю, насколько можно на радио, что для вас безопасно его озвучивать, но тем не менее, то есть вероятность выхода Штатов неких там есть. Простите, это давно уже не секрет, об этом уже давно поговаривают. А не будет санкций? Каких маленьких парнях? Ну, мы же знаем о том, что мнение гостей в эфире не всегда согласны руководству станции. Нет, ну, еще раз, это же прогнозы о том, что если была война, она еще раз случится. Вопрос, когда, в течение какого времени для этого и нужные астрологи, они знают эти периоды. Ну, вот, к примеру, если я вижу там по графику, куда идет, там, скажем, индекс, кстати, он уже в плюсе. Вы можете себе представить, он был один момент минус 850, то есть вышли бюллетени специальные брокерских компаний, где было сказано о том, что если будет падение 5 процентов, то будет остановлен весь маркет. То есть не дадут падать больше и остановят маркет, потому что это, так сказать, ну, типа катастрофы. В какой-то момент это было 5 процентов, было 5 процентов действительно, но это было буквально, он сказнул в эти 5 процентов, и есть такая вещь, чего очень и очень многие не знают, и никто этого не видел, не слышал, только разговоры ходят, это называется, по-английски это называется planche protection team. То есть planche это тонуть, да, и вот спасатели вот этого маркета, то есть это огромные какие-то силы, нельзя назвать это компанией, ну, наверное, это какая-то очень серьезная организация, еще раз, неофициальная организация, она начинает все, напрочь все покупать. Когда видят о том, что все покупается, все люди начинают в панике тоже все покупать, это первое. Второе, где-то стоят какие-то стопы, и эти стопы, это называется short covering, то есть, ну, когда эти стопы выбиты, уже нету, короче говоря, продавцов, есть только покупатели, их не осталось. И начинает все идти вверх, вот я могу сказать, что индекс с минус 850 вышел в плюс, индекс Dow Jones. Доллар, то есть евро, которое шло резко вверх, сегодня на 300 пунктов уже вниз, и очень серьезно она находится сейчас внизу по сравнению с тем, где это было. Мы все грозимся о том, что у нас, по сути дела, есть такая программа в субботу, такая программа положения на финансовых рынках, в том числе, где я об этом рассказываю. Но давайте мы тогда все-таки не будем эту тему затрагивать, потому что многим она, понятно, неинтересна. Как это отразится, как вы считаете? Ну, тут есть такой момент о том, что Дональд Трамп, всем известный, очень серьезный риэлтор. Во-первых, он очень серьезный бизнесмен, причем он очень хороший бизнесмен, очень успешный бизнесмен. Мы уже говорили о том, что он построил, я это знаю, поскольку я сам много лет этими вопросами занимался, и был брокером даже в какой-то там период времени. И я знаю, о чем идет речь. То есть, в частности, было построено очень серьезное здание, очень серьезное, прямо в даунтауне города Чикаго, который строил Трамп. 200 миллионов вложил, кажется, он в него. Больше. Больше он вложил, потому что, я помню, был такое шоу. А ты первый дом, он 200 миллионов вложил, и 400 продал, я помню, да. Это первый бизнес был. Нет, это было намного дороже. С отцом еще. В центре Чикаго, в даунтауне Чикаго, земля очень и очень дорогая. Нет, только когда он еще с отцом еще работал, еще когда отец живой был. Был такое шоу, назывался Apprentice, и вот как раз первое шоу, я смотрел все их. Очень интересно, как он... Вы уволены, это где-то, ну ты говоришь. Да, да, да. А, да, да. Да, да, you fired. Но и только последний человек, оставшийся в этом выпуске, в данном случае это было первое шоу, он был hired, он был нанят на работу. Я не помню фамилию, вот честная, по-моему, фамилия молодой человек, конечно, с очень серьезным бэкграунд, имеется в виду образование, очень серьезное, он закончил там, очень серьезное. И был успешным бизнесменом. Но, естественно, все хотели идти к Трампу, и он его сделал своим помощником, и он как раз курировал строительство вот этого здания в центре. Ну, интересно, может быть, когда-нибудь я покажу фотографию этого здания. И, ну, полагаю, что всплеск вот этого вот реал-эстейта, наверное, пойдет вверх. И недвижимость, конечно, опять же, это как способ вложения денег. Кстати, по поводу недвижимости могу рассказать. Да, я как раз анализировал цикл недвижимости, и они как раз показывают, что в 2017 году недвижимость растет в Соединенных Штатах. Вот. Растет. Да, сейчас не готов ответить, до какого числа, ну, до какого месяца хотя бы. Потому что у меня как раз был семинар в Томске, и я как раз там на этот вопрос отвечал. Потому что у нас корреляция есть. Если растет недвижимость в Соединенных Штатах, ну, по крайней мере, сейчас, то она падает в России. Поэтому вопрос был у меня как раз от людей, кто занимается недвижимостью, именно вот в этом. И мы рассматривали эти циклы. И я вот так по памяти сейчас вспоминаю. В Америке рост на недвижимость, кстати, сейчас идет. И будет идти, ну, по крайней мере, первую половину 2017 года, ну, точно, насколько я помню. Но я могу более точно сказать, давайте в следующий понедельник как бы я эти графики могу подготовить. Хорошо. Это интересно. А как вы думаете отразиться на... Я помню, был вопрос у нас, кстати, из Англии. Женщина одна задавала вопрос. Как вы думаете, Андрей, что будет с реал-эстейтом в Англии? Не готов сказать, честно говоря. Но я могу сказать, что он будет и падать. А в России уже сказал, сейчас недвижимость еще падает в цене. То есть, по крайней мере, она еще до Нового года, она сейчас еще как-то... Она, например, уже упала в долларах в два раза. Вот за последний, кажется, год, когда там упал у нас рубль в два раза? В декабре 2015, да? То есть, за год подешевела недвижимость в долларах в два раза. То есть, это же падение очень сильное. Не в 10%, а вот в половину. И так что здесь пока... Опять же, отвлекаясь немножечко на, скажем, на валютные рынки, да? Вот опять же я смотрю. Давайте посмотрим соотношение доллара к рублю. То есть, я видел, доллар очень серьезно пошел по отношению к рублю вверх. То есть, это был момент 64 доллара. По-моему, доллар стоил. Потом это пошло на 63,2. Сейчас 60... В данный момент у меня реальные цифры. 63,79. Вот. То есть, те, кто смотрел... Я как-то выложил в YouTube видеоанализ графиков. И те, кто смотрел, было предсказано, опять же... Ну, мной предсказано. Я не скажу, что это прогноз. Поскольку графики, они... Для меня это, так сказать, реальность. Так вот, по моим, ну, прогнозам, не знаю, предсказаниям, где-то примерно месяцев 7-8 тому назад я говорил, что будет расти рубль по отношению к доллару. Вы знаете о том, что он был, наверное, 70 с чем-то там, по-моему, да? 70... Я не помню, сколько он был. Даже 82-80. Я говорил, что он будет примерно к 60-ти, он будет идти. И так оно и было. И вот есть график, но он дошел до линии так называемого сопротивления, resistance, и он пошел вниз. Имеется в виду рубль пошел вниз. Если в какой-то момент мы перейдем... Есть графики. Кто захочет, найдет меня в YouTube. Анализ. И там показан этот график. Может быть, я его повторю, посмотрим. Так вот, если он пробьет... Опять же, есть люди, которые задают вопросы. Вот, в частности, у меня довольно авторитетный человек задавал вчера, точнее, ну, это было как бы у него уже утро, а у меня была еще ночь. Задавал вопрос, стоит ли покупать доллары или стоит ли покупать рубли. Для многих это имеет значение, верно? Так, еще раз сказать, сегодня тенденция вниз. Имеется в виду, будет доллар... Рубль будет расти по отношению к доллару, поскольку, если доллар, предполагается, будет, сейчас он 98, будет 100, 102, 105, 108, так и, соответственным образом, вся валюта по отношению к этому доллару... По отношению к евро, если вот объяснять, да. Я не знаю, евро тоже пойдет, естественно, вниз по отношению к доллару. Доллар пойдет вверх, вся валюта против доллара пойдет вниз до, повторяю, определенного момента. Потом все это развернется, рухнет, и вообще это все будет, ну, так сказать, прогноз, будет очень серьезные изменения. Ну, весной там кризис идет финансовый, сильно, 70-100. Не только, вплоть до ликвидации вообще вот этих... Да, до, скажем так, дефолта каких-то валют крупных мировых, совершенно согласен. Да, в том числе. Ну, что я могу сказать, если ответить, вот, чтобы время, как бы, так уже бережно относиться, передача. А хочу сказать следующее, что рубль, это, я бы даже не расценивал как валюту, а как индекс цены на нефть, как бы выраженный. Потому что в зависимости от того, что какая цена на нефть, соответственно, меняется курс рубля. Вот, то есть, можно просто вот сравнивать и смотреть. Поэтому здесь, в этой привязке, поэтому здесь надо ключ, корень зрительства, если зрить в корень, то это прогноз цен на нефть смотреть. Ну, вот, лично у меня в этом году не очень удачные прогнозы были именно по курсу рубля. Допустим, я ожидал, что он будет, ну, скажем, его падение будет большим. И, ну, так, как есть, говорю. То есть, без всяких... То есть, где-то получается что-то хорошо, где-то не очень, как говорится, корректно выходит. Хотя, именно евро-доллар пара, она, как бы, больше, я в ней, как бы, так понимаю, по крайней мере. Хотя, тоже иногда там, ну, не бывает 100% результата. Хотя бы там, так, где-то 75-80% попадания, это уже прилично. А вот именно здесь, да, здесь вот именно произошло такая, как бы, вот, временное укрепление, то есть, подъем даже нефти. И произошла ситуация, когда рубль, вот, он остался на том уровне, на котором он практически весь год сейчас тут гуляет. Но это, опять же, вечно продолжаться не может. И так как, я считаю, что в 2017 году вероятность того, что он будет обесцениваться, она, как бы, усилена. Вот. Опять же, это все будет усиливаться с, как только Россия будет, если ввязываться в очередную войну в какую-нибудь, соответственно, естественно, валюта всегда будет обесцениваться. То есть, это, как бы, тут понятно. Да, я хочу, может быть, тоже ремарочку сделать небольшую. Вы сейчас делаете какую-то корреляцию с нефтью. Дело в том, что это все субъективные вещи. Почему? Есть, безусловно, есть связь. Но эта связь, с моей точки зрения, как технического аналитика, она субъективная. Почему? То есть, она косвенная. Вот, смотрите, прямая связь евро-доллар, да? Здесь две пары, соответственным образом, если евро идет вверх, то доллар идет вниз. Это прямая связь. Да. Были случаи, когда, когда в истории, могу привести пример, сейчас не буду, но когда все летело вниз. Все. Что не может быть такого? То есть, летело вниз и золото, и нефть, и все индексы, абсолютно все. Музыка, вот искусство, вот оно ушло вверх. То есть, все какие-то части, скажем, не только экономики, они все были внизу. Поэтому связь есть, безусловно, но она косвенная. К примеру, очень интересно было смотреть за золотом. То есть, я как бы участвовал в этом процессе вчера, но это было совершенно невозможно. Почему? Потому что золото очень дорогое. Движение одного всего лишь, то есть, вот был одного, скажем, доллара, да? Это, знаете, это 100. 10 – это 1000. То есть, можете себе представить, что золото, которое было где-то минус 3, минус 4, минус 8 даже, по отношению ко вчерашнему дню, в один момент было плюс 55. Это означает, что если кто-то купил это золото за одну унцию, вот там 1270 было, а стало 1320. Это 5000 долларов. То есть, почему? Когда победа Трампа прогнозировалась, когда вот это все летело вверх, то есть, золото росло. Вот здесь, понимаете, здесь можно прогнозировать в зависимости, ну, это, конечно, спекуляция, но можно прогнозировать очень интересные вещи, опять же, и валютные, соответственно, образом, тех стран, которые куда-то люди едут. Ну, в частности, Англия, опять же, этот злополучный этот Brexit, выход из европейского рынка Англии, да? То есть, Англия полетит еще значительно ниже, это мы знаем, и евро, кстати, полетит ниже, несмотря на все вот эти вот всплески, это мы тоже знаем. Андрей, хорошо, я думаю, что нам внеурочную нашу программу, наверное, уже пора заканчивать. Мы осветили довольно много вопросов. Дорогие друзья, с нами сегодня внеочередная вот такая вот программа с физической, не физической, а профессиональной астрологией Андрея Бухарина. Я хотел сказать еще пять минут, хотел вдогоночку, если можно, фразу одну. Еще пять минут? Да, буквально, кратко. Да, если можно, Майкл, можно? Давай. Ну вот, по поводу этого рубля, я просто объясняю, что бюджет формируется в России не в долларах, а в рублях. И он сформирован был, когда стоил, допустим, доллар стоил 60 долларов, а баррель нефти, ну, то есть, доллар стоил 60 рублей, а баррель нефти был, допустим, 60 долларов. То есть, один баррель в рублях 3600 рублей был, поэтому в течение года за броне, то есть, как бы запланированный объем дохода должен быть 3600 рублей с одного барреля. И неважно, какой курс рубля, или то есть, если нефть падает в цене, условно говоря, она стала 20 долларов, вот делите 3600 на 20, вот вам будет курс долларов. Понимаете, если она стала шире, там, допустим, 100 долларов, значит, курс нефти такой-то, вот и все. Она не всегда срабатывает, но это закономерует, это известные, экономисты знают это. Это все понятно. Тут есть один нюанс, опять же, если мы говорим о нефти. Почему нефть всегда была важным фактором в расчетах и, скажем, там, в политике? Потому что это, естественно, средство передвижения, да, все на нефти. Пока эра рыб, пока до 2025 года, да. Я к этому и говорю. Когда этот фактор уйдет, то есть, альтернативные источники энергии, тогда никаких связей нет. Поэтому я говорю, что на сегодняшний день пока это все-таки связь. Майкл, есть альтернативные, просто те, кто зарабатывают на этой нефти, они, как бы, не знают, что это было. Я об этом и говорю. То есть, когда уйдет этот фактор, в зависимости от этого, а он есть только лишь потому, что кому-то надо зарабатывать, у нас сегодня мир хочет, скажем, за счет нас зарабатывать, это же мы знаем, правильно, то есть такая связь. Но это связь косвенная, тем не менее. Поэтому, скажем так, пересчитывать в зависимости от этого, ну, опасно, будем так говорить, потому что в любой момент что-то может произойти. Кому-то надо будет что-то выгодно, и это все изменится. Вы хотите еще что-то добавить? Ну, я понимаю, что время радиопередачи не резиновое, но, в общем-то, много чего сказано. Вот если добавить к глобальному прогнозу, именно потому, что будет смена энергоносителей с нефтяного на не нефтяной, то те регионы, те страны, которые формируют свою экономику из дохода экспорта нефти, если они не изменят, не произведут, как бы, апгрейд своей экономики, не произведут инноваций, то у них будет очень жесткая посадка. И, как следствие, очень возможно изменение как политического, так даже территориального их. Ну, вот, теперь можно смотреть, это уже не с моих уст, а вот просто взять и посмотреть, какие страны, какой процент бюджета, ну-то, Венесуэла, там вообще, там чуть ли не 90% бюджет формируется, в Саудовской Аравии больше 50%, точно там где-то 60%, кажется, идет, а в России 40%. Это очень прилично, то есть, надо что-то думать. Понятно. И если есть какие-то контакты, если есть связи с этими государствами... Поэтому регионы эти... Почему, вот, почему про войну я еще, как бы, вот, потому что, возможно, легче для тех, кто, скажем так, а ведь обрушение экономики идет управляемое, то есть не хаотичное, мировое, и поэтому, может, выгоднее, грубо говоря, как бы это цинично не звучало, сжечь то место, да, чем заново и заново построить что-то, ну, как бы, снести старое здание и заново... Чем его, как бы, все время латать, как бы, там все время что-то пристраивать, и, как бы, вот, вот так вот. То есть, поэтому, к сожалению, фаза военная в 17-м году, она будет находиться на очень-очень таком, не последнем месте, к сожалению. Вот 17-й год, как я вижу, он немирный год, вот, если вы так это говорите. Ну, да, как я как раз, вот, Владимир меня переделал, я как раз об этом тоже хотел сказать. Существует цикл, и это один из цикл. 17-й год, 67-й год, кстати, тоже был показательный год, 67-й год, да, насколько я помню, это были, там, какие-то волнения с Чехословакией, да? Чехословакия был 68-й год, насколько я помню, но это, опять же, это был такой, как бы, мятеж такой, как бы... Ну, тем не менее, тем не менее. То есть, называют вот такие циклы. На территории Швейцарии проживает один достаточно известный человек, ну, он известен в определенных кругах, конечно. Он и астролог, он и экономист, он анализирует циклы, там, скажем, не сто лет, хотя это тоже, вроде бы, много, он анализирует цифры где-то и тысячи, и десятки тысяч лет, и проводит корреляцию, и совершенно замечательный нумеролог. И он об этом говорит, причем давно говорит. И тут не только даже вот то, что будет происходить, скажем, там, какие-то войны внешние, тут будет человек сам себя губит с тем, что он делает, вот эти техногенные, вот эти катастрофы, допустим, это... Пустот и нефть выкачивает, там же все эти, ну, это же... Безусловно, да. ...поснация, это невероятно, это же как загрязняется окружающая среда. Да, и опять же, эта технология, которая якобы прогресс, по сути дела, можно сказать, это регресс. То есть самый простой, элементарно простой пример, чего уже все забыли, конечно же, это записывающие устройства, допустим, вот эти смартфоны, которые там, это... Это, вы понимаете, письменность появилась тогда, когда люди стали записывать то, чего они перестали помнить. А были времена, ведические времена, когда люди... Да, мозги хорошо описывали. Мозги хорошо описывали. То есть люди могли, так скажем, вот как пример, там, Большая советская энциклопедия, люди элементарно запоминали это все, отголоски были, я лично видел Вольфа Мессинга, был на его представлении, когда он запоминал совершенно невероятным образом, там три доски крутились в разные стороны, на них там сверху донизу были написаны цифры, он это все каким-то образом запоминал, не знаю уж каким, но запоминал. И более того, даже если не запоминал, но он на память ведь их читал. То есть это же надо просто вот... Это невероятно. Да. А вот когда-то люди, это описано, кстати, надо посмотреть в этих текстах, это не я сказал, это там написано, о том, что люди общались. Они общались на санскрите, они общались в стихах. Кстати, вот, по этической форме обращались и запоминали там огромное количество, это называлось шлоки и так далее. Так вот, технический прогресс. Появилась письменность, потом появились вот эти все ручки, потом перестали уже ручки, уже никто не пишет письма ручкой, да? Все сейчас имейлы отправляют, правильно? Значит, для этого компьютеры. У нас вчера в офисе была женщина, и мне, вот специалист нашего центра Эритаборта, она мне сказала, ты представляешь, пришла женщина, у которой аллергия вот на вот эти все электронные приспособления, включая компьютеры, включая телефоны. У нее просто аллергия. Она, когда попадает в окружение вот этих вот всех вещей, а тут у меня, если посмотреть, сколько этих компьютеров, это кошмар какой-то, то она испытывает какие-то очень серьезные головные боли, впадает в депрессию и так далее. Она пришла... Это магнитный слог, так называемый, да. Да, это кошмар, об этом мы беседовали с доктором Ветровым, был очень известный человек, тоже интересный, он врач, и он об этом говорил, что вот это... И да, и этот человек, который живет в Швейцарии, он об этом пишет. Я на английском языке, я вам пришлю как-то, ну, последнюю, наверное, его публикацию, она у меня есть, достаточно интересная. Речь шла о Настродамусе в этой публикации, кто он, что он, почему он, это вот откуда взялись вот эти все предсказания. Это очень интересные вещи, потому что он был, кстати, очень известным, ну, астрологом-астрономом в свое время. Занимался всякими этими вещами. Вот. Ну, хорошо, что мы, наверное, подошли к концу, да, нашей программы? Ну, наверное, да, ты можешь бесконечно говорить, потому что я могу добавить, что Томазо Кампанелло, который был в тюрьме еще лет 300 назад, кажется, лет 200 он сидел, и он наизусть помнил... Город Солнца? Да, Город Солнца, да. Который, кстати, он помнил наизусть эфемериды, это таблицы движения, вот каждый показывает, вот такая книга вот с этим, с такой информацией. У меня она в четыре раза толще. Моя книга. Он своим надзирателем по памяти строил гороскопы. Вот думайте, какого ты года там? А где там планеты были? Вот как Мисик там вспоминал. Я думаю, знаете, была другая экология. И от того, что питание даже за последние 30 лет, известно, что даже вот в садах, есть исследование здесь, Ставропольского края, у нас яблоки стали содержать меньше витамина С, раз, не знаю, там, в 30, наверное. То есть вот 30 лет назад витамина С в яблоке было больше, чем он сейчас. Железо. Сейчас магазинное яблоко разрежешь пополам, а оно за ночь, он даже не темнее. Железо, нет, не действляется. Вы знаете, я представляю это очень хорошо, потому что на территории Соединенных Штатов Америки это сплошь до рядом. У нас вчера начался проект, называется телевидение, интернет-телевидение Чикаго. И у нас вчера выступала, ну, в рамках этого телевидения, маленький клип был. Девушка, она относительно недавно приехала из Украины, и вот она туда-сюда ездит. И мы как раз беседовали, она рассказывала по поводу продуктов, которые находятся, скажем, у нас, и которые находятся вот Украина, Россия и так далее. То она говорит, я вот закрою глаза, укушу помидор, а укушу огурец, я, говорит, разницы не чувствую. То есть, абсолютно и то, и другое безвкусно, да? То есть, категорически. Вот. Я скучаю, вот я скучаю по клубнике, которая пахнет. То есть, у нас клубника не пахнет. Ну, настоящая, да. Да, если вы хотите клубнику, зайдите в 5 утра, там, скажем, магазин, и вы возьмете клубнику. Как когда-то не было этого. Я уезжал как раз, вот, когда Советский Союз уже практически развалился. Ну, там проблемы были с продукцией. Проблема. Это не то слово. Там вообще ничего не было. Пустые полки были. А холодильники были полные при этом. Этого я не знаю. А я знаю, кому не зайдешь, у всех были тогда холодильники полные. Это тоже факт был такой. У вас... А то, что нет социализма. Да. Да, такая поговорка была. В магазинах пусто, в холодильниках густо. Потому что... Ну, это факт был, да? Такое это... Я вас поздравляю. У вас хороший круг общения. Потому что, куда я не заходил, там было то же самое, что у меня. Он обычно, да, через знакомые, через какие-то... Поэтому, когда вот сюда люди приезжали, они говорили, ну, если вам надо клубника, которой, естественно, никогда не было, или вот такие экзотические там фрукты, типа там, не знаю, авокадо, даже бананы, которых как бы и не было. Вот здесь навалом. Вопрос только другой. То есть, это совершенно... То есть, они называются. Названия они имеют, но вкуса они абсолютно не имеют. И витаминов там нет. То есть, если вы говорите про яблоки, то я очень хорошо помню эти яблоки и белый налив, и антоновку, которые я очень любил. Здесь берешь яблоко, кладешь его... Я уже рассказывал об этом. Я как-то поехал в гости, в другой штат, к друзьям. И у меня лежало на дне там сумки, лежало яблоко. Я про него просто забыл. И вот я там находился где-то дни 10-11. Оно у меня лежало, причем там люди любят тепло. А то зимой это дело было, и там было довольно жарко. Но можете себе представить, что он может с яблоком, которое находится в тепле, а не в холодильнике. И, знаете, я когда его привез, и разбирал эту сумку, я нашел это яблоко. Оно было точно такое же, которое я его взял. И через год было бы таким. Оно было бы такое же, да. То есть, червяки оттуда дохнут, если они будут. То есть, в яблоках червяков нет. Понимаете? Андрей, я полагаю так, что мы сейчас можем уйти, да. И весь день говорить. Да, и весь день говорить. Вы, конечно, специалист в разных областях. Но я хочу в заключение нашей передачи, во-первых, поблагодарить вас, вот, с моим компаньоном, сидящим рядом со мной, да, Асиддхарта Гаутама, и поздравить вас с, как всегда, с прогнозом, который сбылся. Повторяю, не... Очень крупный прогноз, кстати. Это крупный прогноз. Даже тренды этих долларов, евро, это не сравнение идет вот с таким крупным политическим, скажем, резонансным и всемирным событием, можно сказать. Поэтому я советую, не выпускай книгу, да, не выпускай книгу до 20, как минимум 20 января, потому что что-то может произойти, не дай бог. Ну, все может быть в нашем мире. Она наполняется, она очень интересная будет, и сейчас изучаются биографии всех, без исключения президентов Соединенных Штатов, находятся в них интересные, действительно интересные выдержки из их жизни, и она будет очень интересной уже. Я понял. Дорогие друзья, которые нас слушают сейчас, несмотря на то время, которое, как бы, у вас, сколько у вас еще, рабочий день не закончился, заказывайте. Я вот рекламу сейчас делаю. Заказ можно, да, подумать с этим. Ну, пока еще, я считаю, что с ценой не определился, но, в принципе, она будет очень такая объемная. Сколько бы ни стоило, берите. Потом станет бестселлером. Да, потом будет... Потом будет значительно, да, раритетом выпущено всего лишь, я в прошлый раз говорил, сто тысяч, неправда. Выпущено всего восемь тысяч экземпляров. Причем, семь из них уходят близким друзьям. Друзей много у Андрея Бухарина, холодильники, как мы знаем, у него там всегда были забиты. И книги будут расходиться только так. Я шучу, я благодарю вас, Владимир. Что-то о нем забыли. Владимир, в начале передачи было, потом что-то мы двое... Не было так интересно, что просто пропал Дарьевич. Да, да. Мы благодарим всех, кто был с нами. И, Владимир, что-то вы хотите? Давайте. Я хочу поблагодарить Андрея. На самом деле, действительно, очень интересный прогноз. Очень интересно было слушать. И особенно интересно то, что мы видим сбывшиеся уже прогнозы, о которых говорил Андрей. Это подтверждает еще раз, что астрология точная наука. А если еще проводят эти прогнозы, человек сам по себе талантливый, то они обязательно сбываются. Спасибо вам. Благодарю, Владимир, за теплые слова. Благодарю, Майкл, за теплые слова. Ну что ж, будем дальше на благо человечества работать, исследовать. Потому что будущее эры Водолея это разумное, просвещенное, образованное человечество. А разумное человечество, оно будет пользоваться этими наработками, которые в том числе мои коллеги и я в том числе как-то делаем, чтобы, потому что предупрежден, значит вооружен. Вот так. Ну, мы пытаемся соответствовать. Мы это Сангейтс радио. Сангейтс радио. Меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра Сангейтс. И я благодарю еще раз вас всех, дорогие наши радиослушатели. Программа записывается, будет выложена в YouTube, где вы можете с ней ознакомиться. Было так интересно, что я и забыл о том, что мы должны были переместиться в студию, видеостудию, где там экраны. Я попробую перевести, перевести там графики. Ну, сейчас мы поговорим после эфира, просто эту программу нам надо уже заканчивать. Да, и мы пытаемся соответствовать, давая информацию, которая может быть вам полезна. Как распорядиться этой информацией, дорогие друзья, это право ваше. Вы можете верить, можете не верить. Тут называют астрологию лженаукой. Это тоже право любого человека, как хотите. Но, естественно, кто действительно предупреден, тот вооружен. И было бы неплохо. Я вот вооружился, скажем, рекомендациями Андрея Бухарина, получил свои бенефиты за ночь. Ну, ладно. Бессонная ночь, но зато она к чему-то привела. Сейчас пойду отсыпаться, наверное. Хорошо. Все, тогда еще раз благодарю. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова